Ладно, поехали дальше. У нас есть одна RPG-шка от компании UBI Soft. Её разработчик, он же создатель Рэймона, Мишел Анзел. Я уже люблю эту игру. Да-да. Наш обзор игры «За гранью добра и зла». Всё под контролем, Ваше Величество. Я сам буду следить за всем. Быть репортером программы новостей иногда очень опасно. По крайней мере, здесь, в игре «За гранью добра и зла». Познакомимся с подпольным сопротивлением. Это Мэй, редактор и распространитель нашей газеты. Уверяю, что в игре гораздо больше агрессии, чем кажется на первый взгляд. Эти ребята взяли на себя задачу бороться с несправедливостью. Вы же играете за молодую фото-журналистку Джейд. Передай эту записку Джейд! Джейд начинает расследование, чтобы защитить своего любимого человека. И теперь вся игра базируется на стандартной приключенческой модели. Но игра не такая уж и стандартная. На самом деле, здесь много нового. С одной стороны, у Джейд есть оригинальное транспортное средство, которое используется для перемещения от миссии к миссии. И, к счастью, все основные пункты назначения в игре находятся близко друг от друга. На земле Джейд может продемонстрировать широкий спектр навыков. Например, бить своим посохом врагов. Ее система автоматического наведения всегда работает в нужном месте и в нужное время, даже когда на вас устремляется целая толпа монстров. Да, так можно поступать с непослушными детьми. На случай, если Джейд не может сама справиться со своей работой, у нее имеются закабычные друзья. Получеловек-полупоросенок Пейт может сметать преграды или катапультировать Джейд. Другой единомышленник носит имя Дабл Эйдж. Он может использовать свой стальной костюм для преодоления лазерных препятствий. Спасибо, друг. Периодически во время путешествия Джейд вспоминает, что она журналист и начинает фотографировать различные чудеса на своем пути. Улыбочку. За каждую разоблачительную фотографию Джейд зарабатывает очки. Это напоминает мне одного покемона. Наверное, самая замечательная в игре — это возможность похитрить вдоволь. Джейд будет часто подкрадываться к врагу незаметно сзади и обезвреживать его точным ударом в спину. И еще раз. Вот так. За счет всех вышеперечисленных игровых элементов, за гранью добра и зла во многом напоминает коктейль, который получится, если смешать небольшие количества всех ликеров из бара ваших родителей. А это довольно вкусно. Большое разнообразие игровых стилей создаст дурманящую смесь, которая заставит вас уйти в игру с головой. Правда, когда это произойдет, игра как раз закончится. Джейд, держись, я уже иду! Но несмотря на то, что игра короткая, «За гранью добра и зла» — это одна из лучших приставочных игр. Хоть на несколько часов, но вы почувствуете ее совершенство, и мы присваиваем ей 4 балла из 5 возможных. Эта игра так близка к пятерке. Да. Но она слишком уж короткая. Только ты с головы погрузился в ее мир, как наступает развязка. И поскольку она нам так понравилась, хотелось бы, чтобы ее сделали немного длиннее. Да-да. Она заканчивается быстро, как и эта часть программы. Мы скоро вернемся. Может, потанцуем пока? Давай. Давай.